Из журналистов не ориентируются на кого-либо, как на претендента на медаль. Все ориентируются только на известные в прошлом личности, чтобы хоть как-то удовлетворить интерес публики. В этот момент здесь нет вообще ни одного человека из высокопоставленных чиновников. Наверное, они просто не в курсе, им не доложили. Мария Сергеева и Илья Глебов из Эстонии первыми катаются в произволке под музыку Леонардо Бернстайна. Леонард Бернстайна 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 В общем-то, теперь в Польше и тренируются. И, кстати, хореограф у них это Сильвия Новак, тоже бывшая польская танцовщица, наступавшая в танцах на льду. Тройная подкрутка, между прочим, с нее все начинается. Немножко в таком расслабленном режиме выполняются элементы. Как будто в легком стиле программы, на самом деле, иногда это выглядит как еще не вкатанность, не четкость такая. Марьюш Зудок вместе с Гордой Загорской катались очень долго. Ну, примерно столько же, сколько Леша Тихонов. Тоже таки были ветераны-ветераны. Очень довольны тем, что произошло в произвольной программе. Ну, как вы видите, действительно, если были какие-то недочеты, то они не были настолько очевидны, чтобы расстроить публику. Ну, а судьи насчитали кое-какие минусы. 83 балла они получают. Это на балл меньше, чем они получили два года назад здесь же на турнире Капа в Раша. Продолжение следует...